Итак, коллеги, думаю, мы можем уже начинать. Давайте еще раз проверим звук и видео. Всем ли слышно и у всех ли есть картинка на экране. В чате можно отписаться. Да, вижу, пошли плюсики. Отлично, периодически во время вебинара я буду просить вас какие-то знаки мне отправлять, чтобы я понимал, что со связью все хорошо и ни у кого звук не пропадает. Плюс, в случае чего, в чат пишите, если какие-то проблемы. Итак, начнем. Для начала представлюсь. Меня зовут Николай Брыков. Я инженер компании Flowmon. И сегодня мы совместно с компанией Bacotec начинаем ряд вебинаров, посвященных технологии NetFlow и продукту Flowmon в частности. Каждый вебинар будет иметь свою отдельную тему и будем рассматривать отдельные задачи, функции на каждом из вебинаров. Сразу касательно сегодняшнего вебинара скажу, что он не претендует на звание глубоко технического. Мы не будем рассматривать какие-либо скрипты, конфигурации, коды и так далее. Тема сегодняшняя – это рассмотреть протокол NetFlow, какие он дает возможности, что он умеет делать и так далее. Для того, чтобы в принципе для тех, кто с этим протоколом не работал, появилось понимание, что он может делать, как он выглядит. Ну а для тех, кто имеет опыт работы, возможно, тем не менее, что-то новое для себя сможет вынести из этого вебинара. Также из организационных вопросов еще отмечу, что у нас есть чат, где можно задавать вопросы, которые у вас будут иметься. По времени вебинар у нас планируется где-то, я думаю, минут на 40 минут до часа, в зависимости от количества вопросов, которые будут. Ну и, собственно, поехали. Сперва рассмотрим адженду. Давайте о каких вопросах мы сегодня будем говорить. Первое – зачем это нужно? Зачем мы вообще здесь собрались? О чем говорить и зачем об этом говорить? Дальше в двух словах рассмотрим те технологии, которые сейчас есть на рынке, о которых все хорошо знают, и их базовые отличия. Даваться глубоко я не буду, поскольку это не наша тема, ну и плюс эти технологии вы все очень хорошо знаете. Дальше мы уже переключимся на непосредственно технологию или протокол NetFlow. Посмотрим, как он работает, что из него можно получать. Посмотрим также на один из вариантов реально жизненной ситуации, которая может быть, и которая, я думаю, у большинства из вас случается чуть ли не каждый день. Ну и в конце пару слов я расскажу о компании Flowmon, что эта компания себя представляет. Поехали. И, как бы, зачем мы здесь собрались? Собственно, сегодня, реализуя защиту от кибератак, IT-службы ориентированы на обеспечение безопасности в основном сетевого периметра и безопасности эндпоинтов. Но выявленные вот бреши показывают нам, что одной только безопасности периметра или эндпоинтов недостаточно. Плюс ко всему, сегодня мы наблюдаем колоссальную тенденцию роста концепции Bring Your Own Device, то есть когда сотрудники работают со своими личными устройствами в офисе. Также это облачные технологии, интернета вещей и так далее. То есть те технологии, которые уже не базируются, что ли, на конкретных серверах, которые мы можем ограничить доступ, которые мы можем четко защитить. У нас уже происходит такое размывание границ, периметра, как бы так сказать. И поэтому сегодня уже для защиты сетей от угроз IT-службам и безопасности, эти безопасности, требуются более интеллектуальные решения, которые носят более объемлющий характер и основаны на анализе поведения. И таким образом они дополняют существующие зонные средства, о которых я говорил выше. И мы получаем более комплексную картинку того, что происходит в сети, и более комплексно можем безопасность осуществлять. Один из таких типов решений как раз и заключается в использовании сетевой инфраструктуры как датчика. Это делается путем сбора потоков IP-трафика и в дальнейшем анализа этих данных уже для выявления каких-либо аномалий, мониторинга, продуктивности и так далее, других вещей. То, что я уже говорил, что является сегодня основным вниманием и IT, и IT-безопасности, это безопасность периметра, это безопасность рабочих станций. Но остается открытым вопрос безопасности того, что находится между периметром и рабочими станциями. Нам нужно четко в нынешнее время уже четко понимать, что у нас гуляет по сети, куда оно ходит, что оно там делает. И мы, естественно, хотим это понимать. Давайте теперь в таком формате комикса рассмотрим базово, какие технологии сейчас есть и какие, я думаю, если не все, то большинство из вас используют. Во-первых, это деление идет четко по функционалу, или как правильно сказать, мы делим все технологии на технологии для мониторинга безопасности и как раз уже технологии по мониторингу и обеспечению безопасности сети. Давайте рассмотрим несколько из них, самые, наверное, распространенные, как они выглядят, что они из себя представляют. Первый – это протокол SNMP. Рассифровывается как Simple Network Management Protocol. Это система мониторинга, которая позволяет, если перевести на такой простой язык комикса, установить датчик, который нам просто будет считать, сколько у нас машин заехало в город, и все. То есть мы не получим детализацию, какие-то машины заезжали, что в них было внутри. Мы просто увидим, сколько их было. Естественно, протокол нужный, он позволяет обеспечить такую базовую калькуляцию сети, пропускной способности, трафика и так далее, но он никогда не покажет более детально, что происходило, что куда ехало и какие вещи происходили после этого. Следующее, что хорошо всем известно из технологий, это, естественно, Firewall. Это первое, о чем мы говорим, когда говорим о периметре. Но какой принцип действия Firewall, что он делает? Firewall – это своеобразный пропускной пункт, который четко проверяет, соответствует ли входной трафик каким-то заданным параметрам. Вот здесь на картинке, да, в город въезжает машина через КПП. Мы знаем, что мы не можем допустить машину тяжелее 6 тонн, чтобы это был трактор и чтобы это было там какое-то реально с первого даже взгляда что-то опасное. И тот человек, который у нас осуществляет этот контроль, он смотрит на эту машину, понимает, что с ней все хорошо, он ее пропускает согласно своим фильтрам, политикам. Но реально внутри этого трафика или этой машины может быть что-то вредоносное. То, что скрыто от нас и на первый взгляд мы это не увидим. Дальше. Дальше мы имеем такие технологии, как IDS и IPS. Это еще одна проверка на входе трафика в периметр нашей сети. Она уже более глубокая. IDS и IPS системы проверяют конкретно, что находится внутри трафика. Но как они это делают? Они делают это сигнатурно. То есть есть четкое понимание, как выглядит какое-то опасное вещество. Мы знаем, что на картинке пример динамит выглядит как условно сигара с фитилем. Система заглядывает вовнутрь, видит, что там просто коробки. Они не соответствуют внешнему виду динамита. Окей, значит с ними все хорошо. Дальше проверяем бомбы. Хорошо. Тоже выглядит оно не так, как выглядит коробка. Чисто визуально. Соответственно, мы ставим пометку, что с этим трафиком все классно и пропускаем его дальше в город. То, что на самом деле там могут быть какие-то угрозы, что они дальше сделают, мы не знаем. Здесь я отвлекусь, скажу, что то, о чем сейчас технологии, о которых я рассказываю, я ни в коем случае не говорю, что их быть не должно, или они плохие, они устаревшие. Они все обязаны быть. Может быть не все, но у каждого своя архитектура, каждый под себя там свою сеть подстраивает. Естественно, эти вещи должны быть, но я веду к тому, что они не осуществляют полную видимость, не дают нам полную видимость сети и полный мониторинг сети, что в ней происходит. Следующее. Следующее – это антивирусы. Тут тоже всем все понятно, что это за система, но идея системы в чем? Опять же, сигнатурный анализ. Когда у нас кто-то, кто хочет проникнуть в периметр, или, точнее сказать, уже конкретную рабочую станцию, или сервер, что мы делаем? Мы имеем базу сигнатур. Мы проверяем входящий трафик или входящее лицо, соответствует ли оно нашей базе. Соответственно, если соответствий никаких нет, то мы говорим, окей, проходи. Можешь там уже дальше делать, что хочешь, пока мы не обнаружим в тебе какую-либо конкретную сигнатуру. И также еще присутствует очень интересный элемент, отдельный класс решений. Это identity management. То есть, идентификация конкретно пользователя, что ты – это ты, и тебе вот такие вот права нужны. Здесь в чем особенность, и плюс, и минус, я бы так сказал. Плюс в том, что мы четко можем понять, кто есть человек, четко выделить ему те права доступа, которые ему нужны, и, соответственно, ограничивать тот доступ, который ему не нужен. Но давайте вспомним о таком понятии, как социальная инженерия, и что особенно, когда речь мы ведем о сотрудниках, не относящихся к IT или к безопасности. По моему опыту могу сказать, что это в основном сотрудники, конечно, бухгалтерии, при том, что я уважаю бухгалтерию, это нужный департамент любой компании, но почему-то так получается, что обычно девушки из бухгалтерии наиболее доверчивые. И тоже по аналитике разных агентств выяснили, что больше трети сотрудников любой компании, конечно, я говорю о среднестатистической компании, а не о той, которая занимается IT или безопасностью, готовы просто даже через телефонный разговор или соцсеть отдать свои логины, пароли какому-то неизвестному человеку на другом конце провода, что, конечно же, не является нормальным. И, естественно, тот злоумышленник, который уже завладел этими данными, все двери перед ним открыты, он уже от лица легитимного сотрудника может делать абсолютно любые вещи. Теперь давайте перейдем на конкретно технологии мониторинга сетевого трафика и уже будем более детально смотреть на них, поскольку нас сегодня в первую очередь интересует сеть. Идея в том, что в любой нынешней компании сеть является ключевым элементом, наверное, даже так сказал, сеть и сотрудники. Но если работа с сотрудниками, это и другие решения нужны, плюс еще человеческий фактор работы, то с сетью мы, конечно, можем работать, наверное, только технически, и это является как сердцем, то есть не сервера, а реально сеть является сердцем компании. Поэтому ее нужно мониторить и нужно понимать, что в ней происходит, причем как с точки зрения мониторинга загрузки, производительности и так далее, так и с точки зрения безопасности, поскольку любое вирусное программное обеспечение или черви, или какие-то ботнет-заразы, они без прохода по сети не дойдут до адресата до своего, они всегда оставят какой-то след. Поэтому, что на сегодняшний день мы имеем, с чем мы можем работать? Первое – это SNMP, то, о чем я уже говорил. Это технология, которая дает нам базовый уровень понимания, сколько трафика у нас есть в сети, возможно, откуда он пришел, какие-то еще метрики, но их очень немного, и они дают действительно очень поверхностное понимание, что происходит в трафике. Вторая технология, я вот рассказываю сейчас как бы по мере углубления в детализацию. Вторая технология – это, собственно, как раз FlowData, самый распространенный протокол – это NetFlow, то, о чем мы сегодня будем говорить. Это уже более подробный анализ, обзор всего трафика в сети с детальным анализом и размеров, и путей, и связи, и кто с кем, и причина-следственная связь, и так далее. И последняя технология – это пакетный анализ, это полный захват всего трафика с дальнейшей его полной аналитикой. Этот метод дает нам наиболее полную, глубокую, обширную картинку, потому что мы видим весь трафик внутри. У каждого из этих методов есть свои и плюсы, и минусы, мы их рассмотрим далее. Поэтому поехали. Какой миф существует касательно флоу данных или потоковых данных? То, что эти данные не обеспечивают достаточного уровня детализации. И реально, имея эти данные, абсолютно невозможно устранить какую-либо неполадку в сети, найти проблему безопасности. И поэтому без полной трассировки или перехвата пакетов мы абсолютно не сможем ничего делать. Но на самом деле это не совсем так, поскольку довольно, я думаю, хорошо всем известный авторитетный Гартнер заявляет, что одного только NetFlow достаточно, чтобы справиться с 80% проблем сетевых безопасностей, так и мониторинга. А если этот NetFlow еще и обогатить перехватом пакетов полным до видимости в уровень L7, прикладной уровень, то 95% проблем, а может даже и больше, мы уже сможем решать. Давайте теперь сравним основные вот эти вот две технологии. Наиболее на сегодня интересные для нас это полный перехват пакетов и мониторинг потоков. В чем плюсы полного перехвата пакетов? Ну, конечно, мы получаем наиболее глубокую видимость. Мы видим абсолютно все, знаем абсолютно все. можем расследовать абсолютно любые данные, но тут есть и минусы, естественно, потому что данные начинают быть очень детализированы. И чтобы найти нужную информацию, нам нужно реально перелопатить огромное количество ненужной для нас информации. Я не говорю, что она там плохая, но она просто на данный момент для нас может быть ненужная. Также полный захват пакетов требует огромных ресурсов. Во-первых, сетевых, поскольку нам нужно просто-напросто зеркалировать весь трафик. А во-вторых, ресурсов хранения для того, чтобы весь этот зеркалированный трафик где-то сохранить. Ну и дальше уже ресурсы по обработке этого трафика, сохраненного. С другой стороны, мы имеем флоу-мониторинг, мониторинг потоков. Плюсы его в чем? С ним проще работать на более высокоскоростных и высоконагруженных сетях, где у нас большее количество трафика, когда мы забираем только поток сам, нам нужно меньше ресурсов, и, естественно, мы можем на большей скорости работать. Минусы здесь начинаются, что при работе с потоком мы не имеем полной детализации. Забегая чуть наперед, мы сейчас будем рассматривать архитектуру NetFlow, но забегая чуть наперед, скажу, что флоу – это есть захват заголовков пакетов, только заголовков, мы не смотрим вовнутрь пакета с данными. По заголовку мы анализируем, что есть в пакете внутри. Так вот, имея такую как бы ограниченные данные, мы не можем полностью проанализировать все, мы можем только заголовок этот проанализировать. И в классическом NetFlow отсутствует видимость уровня 7, L7 – уровня прикладного. Давайте теперь сравним вот то, что я говорил по ресурсам. Сколько нам понадобится объем хранилища, чтобы сохранить один и тот же, вернее, так скажем, сохранить данные, взятые с одного и того же исходного трафика. Мы возьмем простой один линк размером 10 гигабит в секунду и будем забирать с него данные как пакетные, так и потоковые. Так вот, для хранения одной минуты трафика по 10-гигабитному линку нам потребуется уже 75 гигабайт пространства. В то же время, когда речь идет о NetFlow, о флоу-мониторинге, нам потребуется всего лишь 150 мегабайт. Дальше увеличиваем. За один час полностью перехват пакетов займет 4,5 терабайта, в то время как флоу только 9 гигабайт. Ну и когда речь идет об одном дне, то здесь тоже 108 терабайт и 216 гигабайт, соответственно, что, я думаю, колоссальнейшая разница. И если вторую цифру еще реально обеспечить при нынешних возможностях, с 216 гигов, это я бы даже и размером не называл, то 108 терабайт уже даже для богатой компании, которая может себе позволить лишние дата-сториджи докупать, это уже будет вопросом, это уже будет накладом. А теперь давайте посмотрим, что будет, если эти две технологии совместить, какие плюсы мы получим. Ну, во-первых, мы получим базово тот же хлоу-мониторинг, который будет обогащаться данными прикладного уровня, L7. мы сможем осуществлять запись пакетов по требованию, то есть, вот сейчас нам нужно захватить трафик, мы зашли, создали задачу, трафик пошел записываться, то ли это по расписанию сделали, или также мы можем ставить определенные триггеры записи трафика. Например, какое-то событие произошло, мы триггер установили, что по этому событию мы начинаем полный перехват трафика. Окей, мы начали запись и таким образом мы будем иметь и глубокую возможность аналитики и также сохраним свои ресурсы. Два в одном, как бы такое решение flexible и туда, и туда, довольно гибко подстраиваемое под каждую задачу. Так, коллеги, на всякий случай еще раз проверю, звук хорошо идет, поставьте плюсики, пожалуйста. Отлично, спасибо, спасибо, значит, продолжаем. Давайте теперь посмотрим непосредственно, заглянем вернее, в протоколы NetFlow и вообще в потоке. Отмечу, что вот есть такое, возможно, для тех, кто не очень глубоко работал с этим, понимание, что NetFlow это как сама технология. Ну, NetFlow сам по себе это протокол, причем протокол компании CISCO. мы говорим сегодня о флоу данных, о потоковых данных, вот тут такая разница, даже в заголовке слайда есть написано FlowData, ниже вы видите NetFlow, это вещи, не совсем это одно и то же, флоу данные это конкретно общее понимание, NetFlow это конкретный протокол, один из, может быть, немногих, но он протокол. Что мы имеем, что из себя представляет вообще NetFlow? Ну, сам по себе он, да, о NetFlow мы будем говорить в большинстве, потому что хоть он и проприетарный, но наиболее используемый сейчас в мире протокол, дальше я расскажу о других вариантах, которые также существуют. Так вот, NetFlow это проприетарный протокол, разработанный CISCO, как я уже сказал, он предоставляет возможность анализа сетевого трафика на уровнях L3 и L4, то есть сетевой и транспортной уровни. Какие данные вообще он собирает? Как я уже сказал, собираются данные из заголовков пакетов, IP-пакетов. А в заголовках у нас содержится, ну, там данных на самом деле очень много, но первые для яркого примера основные это IP-адрес и порт источника, IP-адрес и порт получателя, какой протокол, какой объем данных в этом пакете, лайфтайм, ну, и так далее. Много разных полей, и в зависимости от наших нужд мы уже берем те поля, которые необходимы и их обрабатываем. да, вот тут еще момент очень важный я не озвучил, он написан на слайде, да, что соотношение объема данных, то есть самого полного пакета к данным флоу потоковым или к статистике относится как 500 к одному, то есть вот этих вот флоу данных ровно в 500 раз меньше, чем данных внутри пакета, что немаловажно. теперь давайте глянем, как технология сама работает и почему они так много говорят. Вот такой пример. У нас есть две какие-то рабочие станции, есть сервер и мы осуществляем какую-то передачу данных между рабочей станцией и сервером. Как это выглядит? Пакет от рабочей станции идет через ряд роутеров или свечей на сервер. Проходя через определенную узловую точку, назову это так, с которой мы конкретно и собираем данные потоковые. Роутер, свеч или другое устройство забирает с этого пакета информацию из заголовка. То есть откуда он идет, куда он идет, сколько в нем данных, какой он протокол содержит, временная метка и так далее. Эти данные забираются и пакет себе идет дальше. То есть сам пакет абсолютно никак не меняется, никакого взаимодействия с ним не происходит. Мы просто забрали с него данные. Дальше идет ответ от сервера обратно. Мы видим уже другую запись. Она в принципе очень похожа, только source destination адресация у нас местами поменялись. И так идет обратный пакет. Хорошо, обратный пакет ушел, за ним идет очередной пакет от клиента к серверу. и пошли дальше ответы сервера. И здесь я отмечу очень-очень важную особенность конкретно NetFlow или в принципе потоковых данных. Смотрите, у нас в системе появилось всего две записи, две строки, хотя данных передавалось много, но у нас количество пакетов стоит, видите, 2 и 5 соответственно, то есть 2 пакета ушло на сервер и 5 пришло с сервера. Это как раз и есть особенность Flow мониторинга. Мы не сохраняем данные каждого пакета. Если мы видим одинаковые пакеты, идущие по одному направлению, то есть идущие по одному направлению, то есть одинаковые пакеты, данные в них естественно различаются, но мы их агрегируем в один поток и делаем просто увеличение количества пакетов. Мы не добавляем много записей. И дальше уже проделав эти записи, мы данные отправляем на какой-то storage, то есть коллектор. Вообще сама архитектура работы с Flow данными содержит в себе три компонента. Это сенсор, зонд, или как его любыми другими словами можно назвать, то есть то устройство, которое непосредственно видит сырой трафик, забирает из него Flow данные, дальше эти Flow данные передаются на коллектор, то устройство, которое их сохраняет и обрабатывает, и третьим устройством является анализатор. Это уже то, что анализирует, что есть данных, отчеты выдает и так далее. Обычно коллектор и анализатор это два архитектурных компонента, которые физически совмещены в одну виртуалку или в одну железку, и они работают совместно, но архитектурно это два разных компонента. Поехали дальше. Давайте теперь посмотрим на принципы работы Flow. Основным главным принципом является то, что NetFlow или Flow данные не передаются на коллектор в режиме онлайн. Мы не получаем. Сейчас пакет прошел, и уже секунду мы получили данные по пакету в коллекторе. Нет. Технология слегка другая. Давайте рассмотрим несколько примеров. Первый, когда у нас есть какая-то TCP сессия. Сессия идет себе, идет, и данные об этой сессии передадутся в коллектор только после того, как система увидит TCP флаг FIN или RESET. В этот момент данные будут переданы на коллектор. Единственное, данные обо всем потоке, обо всех пакетах, но они передадутся именно в этот момент времени. Следующий вариант, который у нас есть, это представим, что мы условно скачиваем длинный фильм, и естественно там будет очень большое количество пакетов, и при не очень быстром канале связи у нас будет долгое время передачи. Но при этом это будет всего лишь один поток, поскольку, как я уже говорил, это будут данные передаваться с одного и того же источника, одному и тому же получателю с абсолютно одинаковыми параметрами, ну просто данных много. Для этого случая, чтобы мы, например, перекачивая какую-то базу данных размером 20 терабайт и качая всю ночь, чтобы мы получали информацию все-таки актуально, а не только утром, технология передачи данных о потоке, каждые 5 минут будет забирать данные об потоке и передавать их на коллектор. И третий вариант это ситуация, когда мы наоборот передаем очень маленькие пакеты и не ресурсоэффективно и не целесообразно данные об этих пакетах передавать по факту передачи каждого из них. Соответственно, у нас есть еще такой инэктив таймал. Предыдущий был Active таймал, когда поток еще активен и нам нужны данные. Последнее это Inactive, когда поток очень быстро закончился, но данные о нем придут на коллектор только спустя 30 секунд. Сделано это, повторюсь, для того, чтобы сберечь ресурсы, для того, чтобы оптимизировать всю систему, и тем не менее это довольно маленькие таймалты для обнаружения какой-либо проблемы. Отмечу, что эти таймалты меняются. Наверное, любое решение по работе с Flow данными позволяет эти таймалты менять, но те, которые показаны на слайде, 300 секунд и 30 секунд это наиболее удобный, оптимизированный таймалт для работы с NetFlow, которые с одной стороны дают информацию без больших задержек, а с другой стороны не сильно нагружают систему для передачи этих данных. Давайте теперь посмотрим на какие протоколы Flow вообще существуют стандарты. То, что мы уже озвучили, самый первый, самый известный это NetFlow. Это протокол Цисковский. Их на самом деле есть они все от первого до девятого. Здесь отмечены только пятый и девятый, поскольку они наиболее распространенные. Более того, скажу, сама компания Циско даже не все протоколы, у них есть один, два или три протокола, которые интернал лондри, то есть даже не вышли в мир. Они есть, у них есть данные, но они не использовались никогда в миру. Поэтому наиболее распространенные, которые получили путь к жизни, это пятая и девятая версия. Могу ошибаться, но по-моему вообще сам протокол появился в начале нулевых. как раз Циско его разработала. И пятая версия стала первой версией, которая получила широкое распространение. До сих пор еще много устройств, есть, которые поддерживают только пятую версию. Я, конечно, не говорю о топовых устройствах, это скорее более устаревшие, но тем не менее на рынке они присутствуют. С ней тоже можно работать. И даже пятая версия протокола NetFlow может дать очень много информации о сети, хотя она очень много метрик в себе и не содержит. В частности, нет поддержки IPv6, она вам не покажет MAC-адреса систем, которые с ней работают, не поддерживаются VLAN-ы, сам стандарт имеет фиксированный формат, то есть мы не можем его как-то видоизменять или забирать из него только то, что нам необходимо. довольно ограничен, но тем не менее по сравнению с тем же SNMP он дает колоссально большую информацию. Следующий формат тоже компания Cisco, это версия 9. Она до сих пор очень активно используется. Это уже версия, которая имеет значительно больше метрик разнообразных в себе несет данных о потоках и так далее. В скобочках здесь также отмечено Flexible NetFlow. Он близок к NetFlow версии 9. Это немножечко уже другой протокол, но они обратно совместимы и отличие их основное в том, что Flexible NetFlow позволяет из источника этих потоков забирать только необходимые нам метрики, чтобы мы не получали полностью весь поток. А вот в версии NetFlow версии 9 содержит в себе 79 различных метрик, что на самом деле это немало. Если нам для нашей работы нужно всего 10, то зачем нам загружать свой коллектор и трафик в принципе лишними 70 метриками. Поэтому это такое основное отличие Flexible NetFlow от NetFlow версии 9. 9. Дальше идет стандарт IPFIX. Это уже не проприетарный, это независимый стандарт. Его также могут иногда называть NetFlow версии 10, но это уже некорректно, поскольку NetFlow, как я сказал, цисковский, а IPFIX это свободный стандарт. И сейчас современные устройства все будут поддерживать IPFIX, и он наиболее широкий, дает наиболее глубокую видимость. И самым интересным и большим его плюсом является то, что он обратно совместим с NetFlow версией 9, он содержит в себе те же 79 базовых полей, как и версия 9, но в сумме у него всего 238 метрик. То есть вы сами можете представить, какое огромное количество данных себе содержит IPFIX по сравнению с NetFlow версией 9. И колоссальнейший больший объем информации мы можем оттуда взять. Плюс ко всему IPFIX содержит в себе поля переменной длины и поля, которые можно грубо скажу, возможно, не совсем корректно с точки зрения терминологии, поля, которые можно под себя программировать, забирать там конкретный трафик. Дальше протоколы компаний Huawei, Juniper, я не буду на них сильно останавливаться, поскольку они не стали такими общеупотребляемыми, они скорее чисто проприетарные под свои железки непосредственно, но тем не менее нынешние все флоу анализаторы, флоу коллекторы, они из этих протоколов не имеют абсолютно значения. Еще остановлюсь, интересно, есть протокол S-Flow, это протокол выборочный, его особенность в том, что он не забирает данные, да, да, вот как раз вижу вопрос появился, в чем особенность S-Flow, да, S-Flow не забирает данные абсолютно со всех пакетов, S-Flow выборочно хватает пакет в трафике, забирает с него данные, кладет их в коллектор, и вот эта частота выборки зависит от пропускного канала, вернее, как от ширины канала, вот так вот правильнее, то есть условно, если у нас канал какой-нибудь 10, 40, 100 гигабит, то выборка S-Flow будет делаться только один пакет, например, там из 2000 пакетов, соответственно, да, это нам даст какое-либо понимание о потоках, но оно не будет полноценным, и, во-первых, мы не сможем выявить какую-либо брешь в сети с точки зрения безопасности, потому что между этими там двумя тысячами пакетов свободно может пролететь какой-то малвайр, зараженные пакеты, перенести то, что им надо, а мы просто-напросто их не увидим. Но, тем не менее, протокол тоже есть, он, естественно, плюс его в том, что он по ресурсам значительно более или менее ресурсоемкий, но и данных с него мы получаем значительно меньше. Какие сейчас также тенденции еще присутствуют? Это такая технология, как N-Bar, Network-based Application Recognition, то есть определение приложений уровня 7, основываясь на данных сети, на данных сетевого уровня. А если быть более простым, и сказать простым языком, то основываясь на портах, которые используют приложения. классические приложения почта, браузер и так далее, мы видим четко порты, которые мы хорошо знаем, система может определить, что это за аппликейшены, давать нам уже какие-то понимания глубже. Плюс ко всему, умея фильтровать на, используя технологию N-Bar, умея фильтровать трафик, мы уже даже для собственной аналитики удобства можем использовать другие методы работы с таким трафиком, ну и просто даже удобнее, когда ты четко сказал, покажи-ка мне весь почтовый трафик, и вам просто система отобразит весь почтовый трафик. Поехали дальше. Какие устройства вообще поддерживают Flow данные? Ну, конечно, наверное, домашние роутеры или свечей D-Link и TP-Link такие вещи поддерживать не будут, но мы все-таки говорим о компаниях, которые закупают обычно оборудование известных брендов и оборудование, которое стоит немалых денег, и, естественно, все это оборудование будет поддерживать NetFlow, возможно, как Huawei или Juniper они будут свой выдавать, свои потоки, но, тем не менее, они там есть, и их тоже можно забирать и анализировать. Плюс это не только сетевое оборудование, но и системы балансировщики, фаерволы, гипернизоры даже и так далее. То есть большинство всех современных корпоративных решений поддерживают Flow данные в той или иной степени того или иного протокола. И практически отовсюду мы эти Flow данные можем забирать. Давайте теперь рассмотрим более глубоко принципы NetFlow с точки зрения NPM, Network Performance Monitoring производительности сети, и с точки зрения также сюда еще добавлю Application Monitoring. Как бы не казалось странным, но благодаря данным потоков можно осуществлять и мониторинг приложений. Так вот, что мы имеем? Мы имеем клиент, имеем сервер. Между ними ставится зонд или сенсор, или как его можно по-другому назвать любым словом, но то устройство, которое через себя пропускает весь трафик и уже забирает из него необходимые данные. Что мы имеем? Мы имеем первое TCP Handshake, установка TCP связи. Мы отправили с клиента на сервер, получили какой-то ответ, получили дальше следующий acknowledgement и установились сессию. Имея эти данные, то есть у нас каждый из этих пакетов перехвачен, мы оттуда взяли данные Flow и естественно уже мы имеем в первую очередь нас интересуют временные метки для того, чтобы увидеть roundtrip time, то есть то время это задержка вызванная сетью как раз. Дальше клиент посылает запрос на сервер и начинает получать какие-то ответы. Здесь уже будет конкретно задержка сервера, сервер response time, то, что сервер долго думал на этот ответ. И дальше пошли уже данные передаваемые сервера. Здесь мы опять же видим задержки между пакетами, это у нас уже будет в зависимости от ситуации может относиться как к производительности самого сервера так и производительности сети, но мы имеем все эти данные и элементарно простой путь, имея временные метрики или метки на пакетах, мы можем четко отследить, как долго тот или иной пакет шел в одну сторону и как долго мы получали ответ на этот пакет, поскольку как мы заглядываем в весь заголовок TCP, то мы видим, какой флаг TCP стоял и что это был за пакет, то есть требуется ли на него ответ или не требуется, и мы уже понимаем, был ли вообще ответ, и если и был, то как долго мы его ждали, ну и так далее. И собственно основываясь на этом же методе, мы можем осуществлять мониторинг производительности приложений, здесь идея абсолютно та же, только возможно берутся немножечко другие метрики или называются они слегка по-другому, поскольку у нас точно так же, пошел запрос от клиента и для нас это будет задержка сети, то есть время передачи запроса, дальше есть ответ приложения, это будет задержка сервера, и третье будет это время передачи ответа, задержка сети. Анализируя все это, мы четко понимаем, на какой стороне у нас находится проблема, потому что, я думаю, удивлю такой ситуацией, когда к вам приходит кто-то из пользователей и говорит у меня тупит какое-то веб-приложение, возможно, это, конечно, в паблике где-то, но скорее обычно пользователи жалуются на внутренние веб-ресурсы, и что мы начинаем делать, ну мы зашли, пустили пинг на сервер, пинг смотрим, ответы там, тайм-ауты короткие, все окей, ходят, Zabix посмотрели, да, вроде все отвечает, да, все хорошо, а тем не менее есть задержки, и откуда они взялись, и начинается вот это перекидывание мяча со стороны сетевиков на сторону админов, там, приложений или базы данных, друг другу кидают этот мяч, и в итоге в проигрыше остается только пользователь, проблему которого так и не решили. Вот, что здесь еще отмечу, как бы глубже здесь на слайде не показано, но за сервером приложения может также находиться еще сервер базы данных, когда у нас они отдельно стоящие, и, соответственно, точно такой же путь, как вот сейчас на слайде, мы можем проследить еще от веб-сервера на сервер базы данных, и еще более глубоко понять, где же была задержка, то есть, то ли это была передача самого запроса до application сервера, то ли это от application к базе данных, то ли это обратно, ну или сами сервера в application или база данных вызвали эти задержки. Очень полезно, и плюс этого метода в том, что мы абсолютно не несем каких-либо изменений в структуру вот этих вот серверов, то есть ничего не нужно вставить или вставить какие-то запросы. Мы элементарно на уровне сети можем проанализировать все задержки, и так как мы в принципе анализируем глубоко, то мы можем увидеть даже запросы, которые там были, то есть, условно, запрос от application на базу данных, мы этот сиквельный запрос можем целиком увидеть и понять, в какой базе даже произошел сбой или какой запрос вызывает долгую задержку. Давайте теперь посмотрим на flow данные, на netflow или ipfix со стороны безопасности. Несколько мифов существует, что поток выборочен, неточен, частично это верно, но вот то, что как раз я говорил об sflow, это в первую очередь будет касаться его, поскольку идет выборка отдельных пакетов во всем трафике, и она как бы непрогнозируема. Вот так вот. Для netflow и ipfix это очень зависит от источника потока. Сегодня мы архитектуру детально не будем рассматривать, это будет в одном из следующих вебинаров, но тоже так забегая наперед, скажу, что netflow может забираться как с любой железки, вот которые я на слайде показывал, устройства с поддержкой flow данных, то есть эти устройства сами могут генерировать flow, и мы с них забираем этот flow. Второй вариант это когда мы ставим зонд, и этот зонд просто получая зеркалированный трафик, этот flow генерирует. Естественно, зонды или сенсоры они всегда дают более глубокую видимость вот этих потоковых данных. Устройства сетевые какие-либо, они каждый все равно будут в своем где-то со своими особенностями этот flow выдавать, и вот как раз зависит от того, с каким устройством мы работаем, будет зависеть глубина вот этого netflow, IPFIX или других потоковых данных. Следующий миф, что flow данные лимитированы L3, L4 уровнем. Да, раньше это было так, действительно. L3, L4 увидели и все. Но нынешние протоколы, в первую очередь IPFIX, позволяют нам уже видеть от L2 до L7 абсолютно все. Опять же, повторюсь, не заглядывая в пакет, но мы можем видеть абсолютно любые данные. Конечно, если трафик шифрован, то там свои особенности появляются, но тем не менее очень много данных мы даже в этом варианте сможем вытащить. И миф еще один, что о нем я уже упоминал сегодня, что нужен всегда непрерывный захват пакетов, захват всего трафика. Но тут опять же, при наличии L7 видимости нам захват пакетов-то не всегда и нужен. Реально, мы очень много вещей можем понять, увидеть, имея только уровень приложений, но тем не менее, даже когда он нам нужен, решение, в частности вот Flowmon, о котором я сегодня в конце расскажу, предоставляет возможность по требованию или по триггеру делать захват полностью трафика с последующим его экспортом уже в удобное приложение, где вы можете глубоко его изучать. что нам опять же, все тот же Гартнер говорит, что в нынешней ситуации одной лишь блокировки сети там на различных уровнях или устройствах недостаточно. Сейчас уже очень важным становится behavior аналитика, аналитика поведения устройств сети, аналитика поведения трафика, поскольку опять же вернусь к началу презентации облака, принесенные личные устройства сотрудниками в сеть, это все является неподконтрольным нам, и нам важнее анализировать трафик и анализировать его с точки зрения безопасности и тех вещей, которые идут. Ну, например, принес к вам сотрудник в офис зараженный ноутбук, который, включившись в родную сеть офисную, начал просто-напросто своей заразой вот этой начал сканировать, что есть в сети, сразу же совершать какую-то атаку и так далее. И давайте представим, что, ну, вот есть у вас стандарт на firewall, есть антивирус. Но firewall вообще ничего не покажет, потому что это внутри периметра. А антивирусы, ну, как бы они есть сейчас уже новые, конечно, там всякие endpoint protection, которые за сетью тоже посматривают, но это, опять же, зависит от того, что вы там поставили, если у вас стоит самый базовый антивирус, он атаку сетевую он вряд ли отобразит. Соответственно, вот вам, пожалуйста, уже пути, которые ничем не детектируются. А в тот же момент аналитика поведения сети легко покажет, что происходит. Давайте теперь глянем, как бы теорию я, наверное, закончу сейчас, глянем, такой простой пример, реально, наверное, самый элементарный, который можно легко выявить, используя флоу-мониторинг. Пришел к вам пользователь, жалуется, что очень медленный интернет у него, а как пользователи обычно говорят, я думаю, мне не нужно вам рассказывать, все это хорошо знают, пришел, я ничего не делал, оно все само, у меня ничего не работает. ты сперва тратишь полчаса на то, чтобы появиться, разобраться в том, что он ничего не делал, но в какой-то момент понимаешь, что да, действительно он ничего не делал, и действительно у него там медленно грузится какой-то ресурс, внутренний, внешний, неважно, то есть канал загружен. Опять же, идем к себе, пускаем какой-то пинг, все окей, да, но ведь наш пинг может пойти другим путем, к серверу куда-то, то есть сложно уже выявить. Тогда здесь нам как раз поможет решение по мониторингу потока. Просто-напросто открыв график, увидев загрузку трафика в текущий момент времени, мы можем легко понять, что ага, вот линия загружена, следующий вопрос, откуда, кем она загружена? Мы включаем уже детализацию, анализ, более детальный анализ конкретно вот этого трафика там за последний условный час времени. Мы видим, что да, есть действительно передача большого объема данных с какого-то сорса на какой-то destination. Мы можем там определить даже автономную систему, то есть если мы ведем речь о каких-то известных паблик-серверах, они могут быть четко подписаны там Google, Microsoft, Facebook и так далее. Ну вот мы условно выявили передачу данных, это Windows Update. идут конкретно с внешнего, с мирового Windows Update сервера трафик в нашу сеть. Что мы делаем дальше? Мы открываем список тех IP-шников внутренних, которые нам, которые этот трафик сгенерировали, то есть запросили эти апдейты. И дальше наше действие остается лишь одно, обойти эти вот там десяток этих рабочих станций и поменять конфигурацию, чтобы они обновлялись внутреннего Windows Update сервера и не лезли в мир в принципе. Да, все, проблема выявлена, решение есть и понадобилось на это выявление буквально там, я не знаю, 3-4, может быть, 5 минут, и то только потому, что нужно было в браузере найти закладку конкретного решения, чтобы открыть интерфейс для аналитики. Ну, собственно, да, то, что я сказал, в чем помощь здесь будет NetFlow, это очень быстрый анализ причины возникновения проблемы, доказательства того, что вот, да, это действительно проблема была и вот так мы ее решили, ну и снижение временных расходов, ресурсов и так далее на устранение проблем. А теперь у меня есть такой вопросик. Расскажите мне, какие у вас первые мысли, чувства, эмоции возникают при слове Чехия, при воспоминании страны Чехия, что первое приходит на ум, о чем вы думаете? Как бы у меня есть один стандартный классический ответ, да, начали приходить ответы, пиво, абсолютно согласен, честно, я вот сам первый раз даже когда о Чехии задумывался, что такое Чехия, пиво. Второе, это, наверное, фильмы для взрослых, где Чехия является сейчас, ну не сейчас, а уже давно одним из мировых лидеров, но тем не менее пиво остается на первом месте, и тут вижу уже пользователи с опытом пишут Flowmon, ну да, я, собственно, к чему вопросы задал, поговорим сейчас о Чехии и конкретно о чешской компании Flowmon, которая истинно чешская, была зарождена еще в начале нулевых, там как проект исследовательского института, но около 10 лет назад уже переродилась конкретно в Enterprise-решение, Enterprise-компания, работающую в определенном направлении и анализирующую определенную проблему, да, отмечу, что компания Flowmon является моно-вендорной и моно-продуктовой, то есть в компании всего один продукт, который также и называется Flowmon, это является несомненно плюсом, поскольку, я думаю, мне не стоит вам рассказывать, что чем у компании больше продуктов, тем не всегда, конечно, слава богу, не всегда, но тем не менее, очень часто у таких компаний начинают возникать проблемы и с поддержкой, и с развитием отдельных продуктов, когда не могут какой-либо приоритет выделить в своих продуктах, начинают возникать проблемы, поэтому моно-вендорность и моно-продуктовость всегда это очень классно. сейчас у компании Flowmon на рынке уже более 800 больших заказчиков, я не буду пересчитать, вы видите на картинке здесь такие известные логотипы представлены. В 2015 впервые Flowmon был упомянут Гартнером в своих отчетах, при том, что Гартнер это американская компания, которая в первую очередь всегда везде в топах своих американских вендоров упоминает, но Flowmon попал тоже в эти списки и в первую очередь как наиболее активно растущая европейская организация по безопасности или пустевой безопасности, точно не помню уже деталей. Чем на текущий день мы гордимся, тем, что у Flowmon первый в мире зонд или проб или сенсор с пропускной способностью 100 гигабит в секунду. пока что ни у кого больше такой пропускной способности нет и никто не может этим похвастаться, даже всем хорошо известная и любимая компания CISCO к сожалению не имеет таких вещей. Архитектурно Flowmon выглядит следующим образом, классическое решение по мониторингу NetFlow. Мы имеем зонды или сенсоры, в нашей терминологии они называются probes, это те железки или виртуалки, которые непосредственно становятся в сеть, причем прозрачно, мы не используем какие-либо переконфигурирования сети, нам достаточно взять tab, зеркалировать весь трафик на нас и все, мы уже с ним можем работать. Следующий компонент это коллектор, железка или виртуалка опять же, которая осуществляет сбор и анализ этой статистики и сверху на коллекторе уже софтовые модули устанавливаются, которые нам позволяют осуществлять мониторинг безопасности сети, то есть выявлять аномалии какие-либо основанные на политиках поведения, основанные на блэклистах, на машинном машин лернинге, разными методами выявляются различные аномалии, мы можем осуществлять захват трафика, полный то, о чем я сегодня рассказывал, по запросу или по триггеру мы абсолютно полный захват трафика можем осуществлять, мы можем делать аналитику производительности приложений, основываясь на сетевом естественно уровне, и также есть модуль по защите от додоса так, естественно мы здесь не конкурируем с полноценными решениями, которые разработаны исключительно для защиты от додоса, но тем не менее очень неплохо мы можем в этом помочь, как минимум додоса так увидеть и в очень сжатые промежутки времени ее или перенаправить куда-то, или просто отклонять весь этот трафик додосовый. С точки зрения систем, или не систем департаментов, которым Flowmon интересен, это три департамента, это в первую очередь сетевики для мониторинга сети и перехвата пакетов, это безопасность, здесь мы играем уже по сетевому, по анализу поведения сети, и еще раз повторюсь, в который раз уже, что именно внутри сети, естественно мы видим трафик, который идет и наружу через Firewall, и который внутри между рабочими станциями, серверами, все это абсолютно очень глубоко детализируется, хватается, видны любые сканирования, атаки, попытки подбора паролей, попытки DHCP атак путем выгребания всего DHCP пула, и потом подмена DHCP сервера, сразу если какое-то новое устройство в сети появляется, все это тут же видно, и система выдает алерт, уже там дальнейшая задача это отдел безопасности, что с этим делать, DDoS атака, защита от DDoS, и касательно департамента управления приложениями, базами данных, то это Network Based Application Monitoring, потому что Application Monitoring тоже их несколько, это агентные решения, и это синтетические пользователи, кстати говоря, с синтетическими пользователями FlowMon тоже может осуществлять эту работу, может быть недосконально полноценно чисто направленные решения по синтетическим пользователям делают, но тем не менее дополняя Network Based Application Monitoring еще сверху синтетическими пользователями или скриптами, очень полноценное решение мы получаем. Ну и подходя к концу, что отмечу, мониторинг сети в принципе очень важен, особенно в нынешнее время, поскольку дает нам возможность подробно видеть весь трафик, все движения, все попытки атак, сканирований и так далее, мы получаем возможность очень быстрого устранения неполадок, очень быстрого выявления какого-то нелегитимного трафика или быстрого выявления тех пользователей, которые сели что-то качать, пусть даже, кстати говоря, часто возникает вопрос, зачем мне внутри какую-то сокачку мониторить, если у меня файрвол стоит, я на нем сразу вижу, когда пользователь чего-то качает. В этом случае да, но если пользователь, кстати, я в своем опыте часто с таким сталкивался, берет свои личные фотографии, выгружает на корпоративную файловую шару, то есть на сервер, который реально внутри организации стоит, он не проходит через периметр, и он просто на этом сервере хранит свои фоточки с последнего отпуска на море. Ну, как бы, это некорректно, неправильно, во-первых, сервер забивает пространство, а во-вторых, сеть грузится, когда все это начинает гулять туда-сюда. То есть это нам уже позволит выявить конкретно сетевой мониторинг. Да, ну и предотвращение дальнейших каких-либо перегрузок, простоев и так далее. Все это можно выявить легко, удобно с использованием технологий по мониторингу сети. На этом я буду заканчивать. Спасибо за внимание. Какие вопросы у вас есть, пишите в чат, пожалуйста. Я думаю, мы еще можем несколько минут уделить рассмотрению вопросов. Я рад, что сегодня довольно много людей смогло поприсутствовать на этом вебинаре. Всем спасибо, что нашли это время. Мои контакты, если что, на экране. Также вы всегда можете обращаться к инженерам компании Bacatec, кто является организатором сегодняшнего вебинара. Если вопросов нет, да, пожалуйста. Если вопросов нет, то еще раз спасибо. Так, вот есть вопрос. Можно ли использовать с вашим коллектором стандартные пробы, свечи с поддержкой IPFIX? Да, можно. Наш коллектор с абсолютно любой железки, с любого протокола, даже не IPFIX, это и NetFlow, и SFlow, и JFlow может быть. Любой из этих протоколов мы поддерживаем, можем забирать потоки отовсюду. пока вопросов больше не вижу. Окей, коллеги, тогда спасибо за внимание, ждите приглашений на будущие вебинары, как я уже сказал, они будут посвящены слегка другим темам, мы будем потихоньку углубляться вовнутрь, рассматривать и коллекторы, и пробы, и разные модули по обработке более детально, но на сегодня тема чисто NetFlow и работа с ним. Спасибо за внимание, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok